Международное сообщество должно предпринять активные действия для того, чтобы остановить армянскую агрессию. Такое мнение озвучил политический аналитик из Казахстана. Ассалбек Бесимбаев считает, очень важно, чтобы обе стороны придерживались достигнутых договоренностей. На сегодняшний день существуют как бы две противоположные позиции. Это позиция армянского премьера Пашиняна, которая на самом деле противоречит полностью всем достигнутым за 30 лет договоренностям. И международным актам, и позиции Хамалиева, президента Азербайджана, который предлагает поэтапное решение проблемы в соответствии с теми установками, которые были даны еще Минской группой и международными организациями. Ну, в частности, очень важный шаг был бы это освобождение тех территорий, которые на сегодняшний день оккупированы армянской стороной. Азербайджан ведет целенаправную политику на основе международного права. В то время как двойственная позиция Армении направлена на эскалацию конфликта, вовлечение в этот конфликт других государств. Московские соглашения вроде бы подписаны, но почти сразу начинались артиллерийские и ракетные обстрелы азербайджанской территории. Причем вне пределов, так скажем, конфликта, в частности, вот Каньджа и другие территории. Это можно расценивать, как, мягко говоря, двойственную позицию Армении, которая подписывает соглашение, но вместе с тем продолжает эскалацию напряженности. Это вызывает, в общем-то, серьезное недовольство не только, естественно, азербайджанской стороны, но и международного сообщества и других государств. Казахское общество и казахстанцы в целом поддерживают братский народ Азербайджана и выражают свое сочувствие и симпатию. Меры, предпринимаемые Баку в ответ на обстрелы армянскими вооруженными силами гражданских населенных пунктов, являются вполне законными и адекватными, считает аналитик. Конфликт найдет справедливое решение на основе международного права. Азербайджан восстановит свою территориальную целостность. Самир Арзаева, CBC Субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует...